привет стримаше этот ролик про псевдооппозицию как отличить псевдооппозицию там вот настоящий лет борцов но практически нету не настоящих борцов не сми оппозиционных потому что это невозможно тебя сразу убьют просто если ты даже полезешь в своем доме деньги считать но что я хотел показать здесь вот как будто оппозиционная сми ютьюбовская херена я которая правду матку рубит и тут блокируют сразу людей за критику я объясню почему я не вижу смысла таких вот выходах там забастовки голодовки они ничего не поменяют это как бы следствие причина то что это вот россия это просто тот же самый советский союз где можно убивать миллионами людей и ничего тебе за это не будет даже если там вылезет миллион опять же можно этот миллион убить поэтому здесь к корень как бы центр это проблемы нужно решать строй менять даже не подойдет название сменить как обычно захотят название поменять там ну там поменять россии на швейцария нет взаимодействия все что делать это известно ликвидация поста президента либо у него убирание всех повышенных полномочий на метро он должен ездить и так далее всех 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 чиновников которые сейчас сидят всех их выгонять нужно потому что не знаю что делать судить не судить чтобы они дальше не могли сидеть в общем есть реальные шаги сделать сделать их возможно но это никому не нужно даже тем которые как бы страдающие люди но может быть часть я не часть не знает что-то знает в общем и вот эти выходы дольщиков там рабочих они как бы даже если ничего не приведу даже если ну дадут тебе 100 тыс зарплату водителям там не знаю слесарем то тебе кварплату зарплату блин я сказал как-то тебе кварплату врубят 100 тыс и ты опять будешь сидеть нищим понимаете дело не в том что как бы мне охота сказать что никогда не получится по такой схеме не получится что у вас есть доход ну даже в доллар тысячу две но опять же кварплату еду дорогую сделают ну что ты только убежать сможешь это наверное не сможешь так что вот эти люди может быть они как бы не разобрались естественно я тоже не все знаю и бумажки писал бессмысленные во все органы потом все таки я допер что ну они никогда не будут по моим обращением по бумажкам работать потому что я никто в этом рабовладельческом строе зачем ну сдохнет раб и он ничего не стоит я копейки не стою поэтому что что по моему обращению можно там как это приходить когда убьют не делают когда я бью тоже ничего делать не будут ну не как бы стоят какие-то чиновники что-то вот я все мои знакомые они ничего не стоят для строя этого владельческого фашистского российского может быть люди как бы не разобрались но во первых если бы хотели они бы разобрались они же сидят в чем-то там в каком-то садоводстве в самим-то разбираются а насчет строя и просто начните рисуют особо не хотят ничего сложного тут нету что там закончился что ли эфир какие-то посмотреть каналы политические примерно станет ясно что происходит и что голодовки забастовки не работают ты умрешь и похер еще на тебе на мертвым там заработают 100 тысяч рублей с родственников еще в кредит они возьмут на похороны вот такое вот объяснение но в чем дело вот эти которые люди снимают их ходят они это знают прекрасно сто процентов стоит такой вот выпуск пара мы тут зашибем копеечку тысячи долларов свои но а дуришманы пускай сидят договоров требует все равно всем в гроб дорога то есть такая пошла массовая волна монетизации протестов и слабо кого всякие сулакшины платошкины они же зарабатывают дофигище денег там десятки тысячи долларов это и здесь можно жить но более менее нормально если здесь зарабатывать то есть огромная масса вот этих монетизаторов простая схема ты вылазишь говоришь кирова жить человек такой смотрит какой-то тебя да ты ипотечник давайте помогу а потом просто совершим просто услуги такого же юриста только дороже там 10 раз и и гора ну про союз ссср то же самое но не смотрят как бы да все равно все сдохнут но пока еще есть вот червячки какие-то ползают квартиры покупают даже сейчас за миллионы рублей ну так давайте с них шибом можно же сшибануть там миллиончик то есть есть вот такие хитрые черви такие же черви делают и каналы в эти псевдооппозиционные и что получается ну вот эту мысль я свою захожу куда-то на такой вот псевдооппозиционный канал и пишу что вот ну не сработает как бы не то что там уроды всех убить вас надо ну такой будь не сработает сработает налоги не платить ну ехать отсюда что еще можно не пользоваться рублем такие кардинальные меры семьи не заводить что такое кардинальное просто чтобы ну с чего государство присосалась вот это вот все обрубить потому что все равно в итоге государство убьет всех убьет почти что всех вот это людям не интересно все они это даже если мы допишем скажет иди в жопу я хочу чтобы начальник мне работу посла поднял зарплату но начальник просто все вас отберет и умрете вы а потом он умрет потом среднее звено все умрет вот я люблю напишу что без толку чтобы требовать бой побольше кашки положили вам не побольше кашки побольше на срут тарелку так а если вот такие кардинальные меры ну наверно бы они сработали если бы вот так вот я не знаю никто не пробовал если вот не платила бы попал дома там кварплаты реальные проблемы пришли бы ну в общем не нужны не нужны эти реальные меры что еще тут я слышал кстати насчет кварплат что около 40 50 процентов сразу выводится действительно как арут сссеровцы за квартиры платят и говорят а чё дома старые выводится сразу все выводится ну и даже заставшихся 50 я думаю на дома тратится максимум до 10 процентов то 90 процентов плат квартплат идут в пустоту может быть больше даже вот а люди не хотят слушать насчет реальных нереальных шагов поэтому как бы проблемы не решишь и что в основном вот эти вот псевдо сми это по-тенятски и сми ну как я объяснил уже организаторы это прекрасно знают и так вот что я написал я пишу одно-два сообщения все меня выгоняют ну как я писал на народовласти Котельникова что вы сами начальнички которые будут всех к стенке ставить ну как бы без руганий без всего но эти вот советы народовластия которые типа организуют против буржуев ну такой же как большевики расстреливали меньшевиков так и это то же самое ну вот я пишу им а они вам сказать ничего не могут блокируют ну ясно что так и будет потому что ну что добрые люди никуда не лезут говно лезет бешеное ебанаты лезут в начальники так ну это постоянно происходит если ты пишешь ну вот я написал что ради своей зарплаты симптомы корень не решит все сообщение первое дизлайк за путиноиды да это все эти путиноиды дольщики и всякие на хлебных заводах все второе сообщение а а блин так ну и вот последняя где она на хрена путиняку поддерживать что-то улетело ага вот все и там сообщение выскочило меня заблокировали или на 30 на 5 минут выкинули а вот кто-то мне что-то написал ну как бы я не нарушал никаких правил но им не выгодно чтобы говорили что да там чтобы лямочку тянуть этим сшибать за просмотры денежки этим кашки чтоб побольше положили никому не нужно говорят а то что проблемы предлагают ну я сейчас описал кучу вариантов и в роликах предыдущих это никому не нужно например насчет жилья что плата за жилье должна быть 10-20 процентов от минимального дохода и все вас не смогут грабить вот это решение помимо вот разговора с миллиарда часовых так и было же раньше там было 100 рублей сколько зарплата 2 рубля за квартиру платили это и есть даже меньше чем 10 процентов 20 в общем схема есть и душит же платы за ресурсы с электроэнергией вода то вы должны становиться акционерами так например они впихнули охеренную плату заводу и все вы повесили денег нету все ничего сдохли если вы будете совладелец плату помняли и вы будете получать какую-то долю вы будете как-то компенсировать и вот эта доля хотя бы если есть пенсия 10 тысяч плата 7-5 то доход например должен быть вы автоматически совладельцы становишься кто вам продает и этот доход должен быть ну сколько он даже не знаю если 5000 кварплата ну хотя бы половину там где-то чтобы он компенсировал это тоже что-нибудь сделала но про это никто не будет говорить никакие там сувакшины супер профессор и там вот такой вот тупик так что же женщина или это мужик может быть там пишут хер знает кто там женские всякие мужики психи сидят поэтому как бы ничего не поправится ничего не поправится так что да дали митинги митинги я что же самое говорю что митинги нет эффективности потому что их контролируют тоже такие же псевдо пенсионеры сливальщики протеста вроде навального гудкова вот это в общем то что я описал вначале поэтому поэтому они не работают потому что там цель не заявляются не стоят люди пока цель не будет достигнута мои митинги митинг не мой это сливальный организовывал как я бы организовывал ну сидят пока решение не добиваются сидят там еда есть туалеты привозят и сидят такие митинги это мои так ну что ж все давно хотела это описать это то что будет повторяться каждый день дольщики хуёльщики по кругу так по кругу может кому пригодится всем пока подписывайтесь ребята это не не надо до тех вот псевдоакций бессмысленных так что тут поддержать еще путинятский митинг и путинятская сми поддержать ну поддерживать путинятская барахло как закончится